Для ватерпольной сборной Харьковской области минувший сезон получился неоднозначным. В национальном чемпионате она не смогла защитить титул и получила серебро. В итоговой таблице харьковчане отстали от львовского «Динамо» на 6 очков. Могли выиграть чемпионат, но ребята сначала сами в себя не верили. Ну и там много подводных камней было. Сначала два легионера, на первый тур. Мы выиграли, кстати, первый тур, у них два легионера было. На второй тур уже три легионера стало. Брали плей-оффы, сказали, что плей-оффы это неинтересно ни для телевидения, ни для команд. Хотя в играх плей-офф тут характер и все, тут борьба до последнего. В Кубке Украины подопечные Сергея Колточихина и Сергея Столярова взяли убедительный реванш. В финальном матче во Львове харьковская команда, которую усилили сербский нападающий Сердан Вуксанович, словак Андрей Зарева и мариупольский ватерполист Владимир Войтенко, победила «Динамо» с преимуществом в 5 мячей 12-7. Харьковские ватерполисты вернули себе кубковый трофей после шестилетнего перерыва. Вуксанович, конечно, это игрок такой очень высокого класса и вел команду за собой. И была такая атмосфера дружеская. По итогу он сказал, что я буду за вашей командой скучать, потому что мне понравилась ваша обстановка в команде и доброжиданность. Все шутят и, как бы, я, говорит, сроднился. Ну, смогли мы. И плюс мы забили наши игроки, если Вуксанович забил три гола, и Вова Войтенко один, это четыре, и восемь голов наши ребята забили. Мы всех, как бы, игроков пускали в игру, всем доверяли. И это сказалось на исходе игры. На будущий сезон перед сборной Харьковской области, как всегда, стоят максимальные задачи. Из отпуска ватерполисты выйдут в середине августа, а после домашнего сбора планируют провести спарринги с белорусскими командами и сыграть в открытом чемпионате Молдовы. Национальный сезон откроется в октябре матчем за Суперкубок Украины, в котором харьковчане сразятся с Динамо.